Нет, так у нас очень много делают из дерева на самом деле, то есть только новостройки, только новостройки идут и если там что-то связано с этим, с кирпичом. Да, 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 говори. Ну, ты что-то хотел спросить. Расскажи вот в Швеции, расскажи вот как, ну систему, как ты попал в Швецию, мне так интересно всегда вот эти все вопросы. Ну, на самом деле попало я все очень просто, то есть попал я достаточно по Акаде, но я из Литвы ехал, мне проще было, у меня как бы Шенген автомат уже был, то есть как все влезли в Евросоюз, так было очень достаточно просто переехать мне. А потом просто знакомо, ну как, я начал задумываться куда-то податься, куда-то отдаться во время этого кризиса с 2008 года, потому что в Литве как бы до этого момента все начало подниматься и народ стал вроде бы как бы даже очень радоваться жизни в принципе-то. Вот, а после 2008 года все очень сильно упало вниз на полшестого и все решили резко куда-нибудь убежать. Ну вот, то есть я просто искал как бы, ну куда можно было в Англию ехать, но у меня реально не было подвязок таких конкретных, а ехать просто на голую попу было как-то немножко страшно. И знакомый просто тут попался в Швеции. Ну я приехал, поработал реально лето сначала, три месяца у него. Ну наши пути потихонечку разошлись. Он там хотел одного, я хотел немножко другого. Я случайно буквально нашел просто шведа, который там говорит, а ты там сарай построишь? Ну построю. А это сделаешь? Ну сделаю. А дом отремонтируешь? Отремонтирую. О, ну ладно. Приезжай. Я говорю, ну хорошо, когда приехать? Ну вот в январе после Нового года, числа 10-го приезжай. Ну хорошо, звоню я человеку. А нет, так да, я с ним еще перед этим созванивался перед Новым годом. Говорю, ну как, то есть все нормально? Да, все хорошо, приезжай, работы там есть. Типа приезжаю 10-го, 10-го числа, человек на меня смотрит большими глазами. Блин, я там себя почувствовал вот реально, как говорится. Гастарбайтером? Да не то, что гастарбайтером, знаешь, я почувствовал, как знаешь, как вот тебя как бы мокрой тряпкой да по морде да это. И он смотрит такие, а ты приехал? Вау. Я говорю, да, ну в общем-то я бы как бы вроде бы был не пьян, когда тебя спрашивал, окей, не окей. И ты вроде бы по звуку голоса тоже был не пьяный. Не, он говорит, просто мне сколько людей обещало приехать, никто не приехал никогда вовремя. То есть все там на месяц опаздывают, вообще не приезжают. А ты сказал там 10-го числа, а ты приехал. Я говорю, ну а я по-другому как-то не понимаю, как можно. Ну и вот потом я просто начал с ним работать. И, ну, на шведов я проработал в общей сложности года три. И уже после этих трех лет то решили мы с другом просто, что надо стоит пробовать самим. Открывать как бы персоналку и работать на себя. Потому что там стали появляться просто побочные заказы, халтуры так называемые. Вот. А халтура это сладкое слово, но совсем не сладкое для здоровья. Потому что отпашешь на основной работе, а потом еще на халтуре то ну его нафиг. Вот. И, ну как, открыли. И вот уже второй год, уже третий, наверное. Не, ну, просто был первый. Да, уже второй год идет. Слава богу, слушай. Ну, в общей сложности простое, ну, блин, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, ну, наверное, максимум месяц был в общей сложности, если собрать все. И то там, не могу сказать, потому что такой простой. Иногда просто уже, знаешь, забегаешься работать, то нужно просто как бы отдохнуть, так и не спешишь. Слушай, а языковой барьер там какой-то есть ли языки похожие? Есть. Ну, как, они все, конечно, большинство. В Швеции, не знаю, как в другой, ну, может быть, там в Норвегии, в Швеции, по крайней мере, очень все хорошо говорят по-английски. То есть это у них, как бы, вообще не вопрос. То есть я думаю, что 95% населения говорят по-английски и говорят на очень хорошем уровне. То есть просто с ними договориться всегда возможно. Если все, что касается трудоустройства, например, то там они все, в принципе, националисты. То там нужно уже шведский. И вообще, как бы, никто не спешит тебя нанимать никуда. То есть там такое. Поэтому, как бы, стали работать сами на себя, пробовать. Потому что трудоустроиться в какую-то там большую шведскую компанию. То там, ну, как. Я думаю, что даже, как бы, и в Литве, и в Белоруссии, и в России, я думаю, то же самое. То есть ты приходишь, если ты в большую контору хочешь приустроиться и устроиться на какую-то позицию чуть-чуть повыше, то, конечно же, у тебя будут просто автоматически спрашивать, а какие у тебя есть там, ну, сертификаты и тому подобное. То есть что у тебя есть местного, что удостоверяет твою способность делать что-то лучше других. И в Швеции этих бумажек тоже куча можно получить, но ты их должен получить. То есть, соответственно, ты должен пройти эти курсы, это обучение и так далее, и тому подобное. А как ситуация там сейчас в Европе, в Швеции вот ты живешь, там какой-то кризис ощущается в плане нехватки работы или там наоборот? Нет. Сейчас я могу сразу сказать, ну что, в Швеции я не ощущаю. В этом году я вообще не ощущаю кризиса, потому что меня уже начиная с января месяца все атакуют насчет работы. То есть я просто немножко даже, то есть я, конечно, этому несказанно рад, но немножко даже так удивлен. Удивляюсь и радуюсь. Радуюсь, как говорится, что хорошо, что практически, знаешь, не нужно заниматься слишком большой инвестицией своего времени в поиске работы, потому что они взводят сами, спрашивают и, знаешь, как-то так работа набирается. Строят на самом деле, в Швеции строят очень много. То есть и строят, и ремонтируют, и реновируют. То есть это у них как бы в культуре, они, ну, все это время, пока у них было, в принципе, тихо и спокойно, то есть вот с 2008 года, то вообще, то есть это да, конечно, но может где-то чуть-чуть спад какой-то, или просто опять-таки, ну, зависит, то есть ты не попал вот к тем людям, вот не постучался в дверь, кто сейчас собирается строить, ну, ты постучался тем, кто сейчас вот отдыхает от строя. Ну, поэтому тебе кажется, ой, нет, уже перестали строить. На самом деле нет, то есть смотришь вокруг, все что-то, все что-то прибивают, привинчивают, красят, переделывают и так дальше. А какое там каркасное строительство преобладает? Частный сектор, каркасное строительство, многоэтажки, ну, многоэтажки, опять-таки, они очень много делают, например, делают монолит, даже сборный железобетон делают, кое-где проскальзывают и кирпич, но кирпич, оно трудоемкое, соответственно, невыгодное и, соответственно, очень мало. То есть в основном кирпич это старые стройки, а новые это вот, ну, я даже видел очень много, то есть они делают так, по такому принципу, что взяли, бухнули монолит, плиты перекрытия и колонны, даже колонны, я, честно говоря, даже как-то не обратил внимания, колонны, может быть, были даже и сборные, а может быть, монолитные. На это все, да, наверное, монолитные, потому что на этом всем они бахнули перекрытия монолитные. И потом все стены наружные и внутренние тоже каркас, например, это многоэтажка у них так сопостроилась. А вот знаменитое выражение, то, что в Европе, как бы, качество немножко другое, это правда, там какое-то качество, ну, не сильно парятся, не загоняют. Здесь никто не парится насчет качества. Это я парюсь насчет качества, я поэтому, как бы, и спрашиваю у людей, это есть качество, ну, то есть можно ли, например, безвоздушкой красить те поверхности, которые хочется, чтобы они были, как говорится, как попка-младенца, красивые потом в конце. Ну, неужели там люди такие другие, ну, что они, вот, например, видят какие-то дефекты? Ну, Слав, ну, ты пойми, вот, ну, давай вот посмотрим с другой стороны. Ты заказчик, да, и ты платишь за работу по часам, например, да? Ну, вот, оно же на самом деле присутствует, этот компромисс между качеством и ценой, он всегда присутствует. То есть потому что, ну, грубо говоря, вот ты, допустим, да, ты делаешь ремонт, ты ведь, то есть я когда пришел в свою квартиру, которую делали для меня шведы, ну, не для меня, они делали для нашего, блин, по-русски, ЖКХ, в общем, короче говоря, делали в доме вот эту квартиру, они ее реновировали полностью. Я когда пришел, я когда на все это посмотрел, то есть, знаешь, я, ну, как этим занимаюсь, то я вижу, ага, здесь они, как говорится, вот покрасили стены, забыли часть прошпаклевать, а здесь, смотрю, я даже приходил во время стройки, он шпаклюет, он тут же, как говорится, акрилом мажет, ну, этим акриловым герметиком мажет швы, там, ну, соединение между стенами, ему пофиг, что шпаклевка даже не высохла, он прямо гонит пальцем по всему этому окруму, я смотрю, боже, кошмар какой-то. То есть, ну, они делают это быстро, то есть, я потом в это пришел, посмотрел, сказал, каш, кишмар, а с другой стороны, я потом начал жить, ну что, ну, через месяц ты этого не видишь. Вот и все, то есть, поэтому здесь они смотрят так, то есть, да, есть люди помешанные на идеальном качестве, то есть, да, они могут сказать, что мне пофиг, сколько я тебе должен заплатить, но вот если у меня должно что-то быть 56,5 сантиметров, вот оно должно быть 56,5 сантиметров, то есть, оно должно быть идеально, то есть, если оно вертикальное, оно идеально вертикальное, если плоскость, то оно идеально плоское должно быть. Но тогда уже, грубо говоря, дело чуть ли не принципа Он тебе, вот ты сделаешь, ты только отвернешься Он за твоей спиной уже стоит, с рулеткой перемиряет С уровнем перечекивает все и все То есть он, как говорится, в буквальном смысле Аж до дрожи, как говорится, в руках, в костях и везде Такой уже педант А другие люди просто очень смотрят как То есть ты вот красишь, например, стены Ну там вот ты видишь потом, грубо говоря, где-то ты там прошляпил Что-то там, где-то черточка, где-то риска какая-то есть на стене Где-то что-то так не очень, может быть, там где-то какой-то перепадик виден То есть их это вообще не волнует То есть им важно так, что ты пришел И вот если у них есть, например, такое, что вот комнату ты покрасишь за день Это как просто пример, это абстрактный пример Просто, что ты комнату покрасишь за день То вот если ты ее покрасил за день, все, все прекрасно Если там появилось, ну, говорится, определенное количество недоделок Но пофиг, это день То есть он знает, он знает, сколько он тебе отдал Он смотрит на то, что она просто новенькая, она покрашенная, новая краска Она светленькая, она приятненькая А то, что там есть какие-то рисочки, а то, что там есть где-то какие-то недоделочки Да кого это волнует? Он лучше от этого жить не будет А если ты приходишь и начинаешь играться, и потом делаешь комнату в идеал То есть вылизываешь, но это занимает у тебя два дня Он говорит, а зачем? А почему так дорого? То есть там люди в основном деньги считают, как бы, в этом плане Да, они не видят То есть если это, ну, грубо говоря, если это не необходимость, то зачем? Ну, зачем? То есть если ты делаешь качество, то есть без явных огрехов То их это полностью устраивает Потому что я вот даже сегодня был людям, вот, набивал там плинтуса И как раз мы там крутили гипсокартоновую стену, просто перегородку дополнительную А потом уже шведские маляры, потому что там был до этого нанят шведский маляр на этот объект Он там, значит, шпаклевал эту стену и красил Ну, так, ё-моё, там краска блестящая Ну, даже не то, что блестящая, там полумат, наверное И сегодня солнышко светило Я зашел с другой стороны, как раз солнышко падает Япона мать, то есть зёбра зёброй То есть все швы, они все видны Во-первых, они все не дошпаклёваны То есть они все провалились Во-вторых, все швы То есть, понимаешь, у них тоже тут вот То есть, как тебе объяснить дальше Вот ты знаешь, например, что ты должен грунтовать перед тем, как красить Ну, и они как бы об этом знают Но каждый старается схалявить на этом То есть, знаешь, если он дал цену за работу Вот он сказал, что я покрашу тебе, например, за, неважно, за 100 евро То-то оно и начинается Он, а нафиг, нафиг я буду грунтовать Нафиг я буду там переделывать очень много раз эту работу Я подешевле, побыстрее свинтил оттуда И все, и все довольны Слушай, а вот мигранты, вот то, что сейчас говорят, намного приняла Швеция Да, очень много Как к ним отношения и как они по работе? Как там эта система все проходит? К ним отношения, ты знаешь, на самом деле отношения странные Потому что все шведы на это шипят Все шведы возмущаются Но они, понимаешь, они все толерантны Они как бы так, они вот в кругу своих шведов Или когда они видят, что, как говорится, нашли другого националиста То они могут это как-то так чуть-чуть сказать То есть, они, конечно, страшно недовольны Потому что все это иммигрантское население Оно очень сильно сосет деньги бюджета Потому что они же приезжают Они получают большие дотации Получают слишком большие льготы И они реально делать, конечно, никто ничего не хочет Потому что, ну, из всего того, что там приезжает, например То есть, я так подозреваю, что Очень маленький только процент реально Тот, кто бежал от войны Все остальные просто ехали за лучшей жизнью За легкой жизнью И все То есть, им государство само ищет работы Они все по принципу У небе и лежачего работают Кто работает Остальные все сидят на дотациях На детей, на все остальное То есть, негативное У меня, как говорится, личное отношение негативное И очень многих отношение негативное к иммигрантам А их слишком много становится И они с собой просто несут эту культуру свою Которая, ну, не знаю Не является идеальной в моем понимании Ну, а ты как, планируешь возвращаться? Или ты уже как гражданин? Нет, я не планирую возвращаться То есть, ну, работаю здесь пока что И в принципе В принципе, все Ну, не секрет Какие там вот средние зарплаты Ну, в Швеции? Я тебе могу сказать Ну, по стройке, например Если ты работаешь на фирму Ты наемный работник, да? Работаешь с 8 до 5 Ну, или с 7 до 4 Это то, вот, право говоря, рабочий месяц То есть, и зарплаты варьируются от 1600 евро Ну, если чисто стройка То, наверное, где-то до 2,5 Где-то так А система оплаты труда Там, то есть, договорная Или почасовая, как бы, считается? Значит, смотри Ну, она разнится Если ты просто работаешь на предприятии То у тебя, грубо говоря, есть контракт Так называемый То есть, просто ты в месяц получишь Ту же самую сумму И все, все время Вне зависимости ты работал Не работал То есть, ну, босс тебе не нашел работу То есть, ты сидел в носу ковырялся Значит, в носу ковырялся То есть, тебя это не волнует Если ты, ну, как я работаю сам на себя Ну, то есть, все понятно То есть, если я работаю, я работаю Если я не работаю, я ничего не получаю Меня никто, конечно, не будет платить То есть, тебя фирма может, например Ну, большая фирма тебя может нанимать В таком случае, опять-таки, будет часовая заплата То есть, если тебя там наняли, например, на полтора месяца Вот они тебе за полтора месяца заплатят То есть, ну, если тебя где-то как не субподрядчика взяли, то есть тогда тебе и заплатят только за конкретную работу. Слушай, у меня еще к тебе такой вопрос. Вот там все, вот я заметил, очень все боятся России, что вот Россия нападет. Вот какие вот настроения? Ай, боже, если бы ты смотрел количество ихнего СМИ, ты бы тоже боялся. Ты бы, наверное, сам себя просто боялся. То есть... Ну, это просто истерия. Я разговаривал и разговаривал с людьми с теми же самыми шведами, потому что они начинают там, что они говорят, ой, Путин, кошмар. Я говорю, а вот хорошо, подождите, вот что вам конкретно, вот вам, вот вам лично, давайте посмотрим, вот лично, что вам сделало плохо? Либо сделали плохо, либо русские, либо Путин, либо еще кто-то. То есть, ну, в чем? Вот что? А, не, ничего. Я говорю, хорошо, давайте дальше пойдем. А где вы сталкивались с какой-то агрессией? Нигде. Тогда у меня дурацкий вопрос. Почему вы говорите эти слова? Не, ну вот в СМИ говорят. Я говорю, хорошо. Вы кого-нибудь сами видели или слышали от кого-то, вот хотя бы от первого лица, который там побывал что-нибудь? Нет. Почему? Не знаю. В СМИ говорят. Ну, все. То есть, я так понимаю, что это просто идет массированная пропаганда, и все. Ну, вот ты смотришь мой канал. А если там такие вещи, например, вот видела я там барельефные лепнины всякие, это то, что вот я случайно попадаюсь на объектах. В Швеции как-то все попроще, или там тоже какие-то такие эксклюзивные вещи появляются? Попроще. Намного попроще. То есть, всякая лепнина, это только уже либо старые, действительно старые, большие дома, но именно старинные, именно люди там жили зажиточные, потому что, потому что в основном все, все намного проще, все намного площадь, как говорится, плоская. Если у них, например, идут багеты на потолках какие-то, то они, конечно же, скорее всего в 99 и 9 десятых случаях будут из дерева максимум. Никакого гипса, лепнины и так далее. То есть, они, ну, то, что у меня стало, с чем я сталкивался, то, например, вверх, вверх, как говорится, полета фантазии, это бахнули скругления по углам между стеной и потолком. Это уже вау, это они смогли. Как? Не знаю. Ну, я понял. То есть, это, это дальше, это, как говорится, очень смелое решение. Ой, блин, смешно. Не-не, то есть, на самом деле, очень сильно отличается. То есть, ну, во-первых, как если смотреть, ну, то есть, да, я понимаю, есть, ну, я не сталкивался, у меня друг работал, говорит, у современных миллионеров, то есть шведских, там, которые себе бахнули чуть ли не пятиэтажный дом с лифтом и со всем чем, то есть, это, он у них работал, значит. Ну, и то, у них, понимаешь, у них более такой, ну, модерн стиль, то есть, у них там, скажем так, ну, много стекла наперли, много всяких там металлических конструкций наперли, еще чего-то там сделали, то есть, ну, например, вот именно делать, что-то там украшать, как вот старинку, то есть, например, какие-то лепнину какую-то делать, то есть, что-то делать такое на потолке, многоуровневые потолки, там, да, я не видел, лично могу сказать, я, наверное, видел, но за все это время три таких потолка, все, все остальные, самые простые, с лампой посередине, воткнутой, причем у них же даже лампы очень часто не имеют под собой подрозетника, то есть, подрозетник может находиться просто на стене, а лампа может иметь просто крюк, торчащий из потолка, и из подрозетника на стене ты тащишь вилку с кабелем в лампу, то есть, и потом дальше геморроишься, как ее там потом хотя бы как-то приклеить, чтобы она просто не висела. Их это устраивает, они об этом даже не задумываются, то есть, понимаешь? Ну, они, я так понял, они больше там путешествуют как-то вот так вот. Да, да, они очень много, они стараются инвестировать в путешествия, они стараются инвестировать во всякого рода развлечения и все остальное. А в это дело, ну, понимаешь, ну, говорю опять-таки, они все подходят к тому, что лучше ты от этой лепнины жить, грубо говоря, твоя жизнь не станет. Поэтому, а зачем ее? То есть, она дорога, то есть, все, что делается руками, оно сразу же становится очень дорогим. И люди, понимаешь, еще раз, то есть, если ты, например, вырос, ну, грубо говоря, в коробке кирпичной, да, твои дети выросли в кирпичной коробке, и дети твоих детей растут в кирпичной коробке, то их дети, скорее всего, они не рискнут что-то менять. Понимаешь? То есть, они последуют тому же самому примеру, и они будут делать то же самое. Вот так же поступают и шведы. То есть, знаешь, у них, например, ну, цвет, в который красится среднестатистическая шведская квартира, дом и все остальное, белый. Следующий полет фантазии. Что-то мы красим черным. Следующий полет фантазии белый. Все. А давайте что-нибудь розовеньким забабахаем. Давайте, но лучше белым. То есть, то есть, уговорить шведов на покрасить что-то в другой цвет, это, ой, он будет соглашаться, он будет ходить, там, пальцем тебе тыкать, как говорится, показывать, что супер, вообще, идея прекрасная, и покрасишь ты в результате все белым. То же самое с ваннами. Какой у вас будет кафель? Оф, какой, какой, белый, либо черный. Все. А давайте вот здесь мозаичку пустим, а давайте здесь вот там что-нибудь, как говорится, облицуем, что-то там красивенькое. О, классно, белым. Все. Слушай, а есть там такое, например, как есть в странах СНГ, вот есть какой-то мастер, его ждут, он на очереди стоит, о нем говорят. Дальше там идет, в принципе, все, то есть как мы работаем, мы же тоже работаем, в основном все мы заказы получаем просто по рекомендациям. То есть, шведы на самом деле такие, если ты начал ему что-то делать, и ты ему нравишься, то есть ты устраиваешь его, это даже, понимаешь, как сложно даже сказать, ты устраиваешь по цене, не по цене, а вот просто ты, понимаешь, ты ему в кайф, грубо говоря. То есть, ему нравится с тобой общаться, ему нравится, как ты делаешь, качество. Ну, и не последнюю, конечно, роль, но в дальнейшем, как говорится, совсем не первую играет деньги. То есть, если ты вписался в его воображаемый бюджет, причем он может быть как завышенным, так и заниженным, но если ты, например, то есть, при первой встрече очень, ну, сложно, то есть, тогда ты можешь, как говорится, пролезть к нему только либо кто-то из друзей посоветовал, или у тебя очень хорошая цена. А в дальнейшем, то есть, ты ему просто, он посмотрел, ты хорошо работаешь, да, он посмотрел, с тобой нету проблем. То есть, ты пообещал, ты сделал, ты сделал качественно, ты сделал быстро. Все, он тогда будет звать тебя практически пока ему не надоест или тебе не надоест с ним общаться. Они в основном не меняют. Слушай, а были ли у тебя какие-нибудь такие заказчики, например, вредные или наоборот такие, что сверху давали? Ну, как бы, такие вот заказчики. Сверху, наверное, за все это время один заказчик у нас был, который, нет, да нет, я, немного, они, например, очень часто округляют просто в большую сторону, если там, ну, там буквально, то есть, ты им говоришь, например, 15, а не тебе 20. То есть, им это не вопрос, то есть, что-то докинуть, там где-то так, порядка 50 евро докинуть, это не будут париться. То есть, да, у меня были такие, особенно, например, азиаты, то этот тебе буквально в смысле вот отсчитает, вот сколько ты сказал, столько тебе отсчитает, вот все. Неважно, да, как говорится, с точностью до цента. Вот, вот цент, вот на тебе этот один цент, вот ты сказал вот столько, вот на тебе его. А вот, а бывают такие, что ходят, придираются, там смотрят, или такое редкое? Да, бывают. Я говорю, но педанты есть, но в принципе, как бы, в этом плане я ни на кого не нарывался, то есть, да, что просто как бы так, ну, то есть, мы достаточно стараемся все равно делать получше. А вот, а вот такой вопрос, организация труда, вот как там проходит, как, кто материалы завозит, ты рекомендую какие-то материалы? Мы сами, Ну, это, видишь, тебя, наверное, в этом, наверное, тебя больше, как говорится, ты бы, может быть, больше информации получил от каких-то больших поставщиков, но, неважно, все сами везут материалы, иногда заказчики покупают. Ну, например, вот когда мы делаем ванны, то заказчик покупает кафель на стену и на пол, он же покупает расшивку и он же покупает силикон, то есть, все цветовые решения, это, как говорится, отданы ему, всякую там, например, опять-таки, сантехнику, это он покупает, ну, имея в виду, ну, конечную чистовую сантехнику, то есть, краны, всякие смесители, раковины, унитазы, душевые решения, это он, потому что, ну, это, что тебе нравится, как бы я не могу тоже сказать, давай я тебе куплю, а вдруг мне нравится квадратное, а ему крупное. Ну, а на работе какие-то гарантии даются по договору, работается обязательно? на работе практически дается, тут большие гарантии, то есть, тут есть, скажем так, то есть, если ты работаешь, ты выписал счет фактуру, то есть, человек, он ее оплатил, то, соответственно, ты принимаешь гарантию на выполнение работ, то есть, на такие вещи, как, если ты делаешь что-то, ну, например, с конструктивом, то есть, ты делаешь какие-то там перегородки, какие-то, например, где-то пол, где-то делаешь, то на такие вещи вообще идет гарантия 10 лет, вот, то есть, дальше пошло, ну, с наружными материалами, то есть, например, ну, с плиткой, опять-таки, тут дальше уже сложно, немножко сложнее получается, но, в принципе, ты даешь гарантию, что она не отвалится в течение 10 лет, то есть, здесь, как бы, такое есть 10, 5, и сколько там еще лет, я уже, честно говоря, не особенно сейчас помню, но, то, чем мы занимаемся, чаще всего, это 5 или 10 лет гарантии, ну, сделал хорошо, сделал. Ну, вот, смотри, вот еще такой момент, вот, вот мы смотрим на европейцев, ну, по крайней мере, я за себя смотрю, они, как бы, у них очень хороший материал, и все, во многих вещах мы равняемся, инструменты, и так далее, и так далее, на что вообще, вот меня интересует, просто, как смотрят, какими глазами смотрят на россиян, именно шведы, европейцы, то есть, как они смотрят, или далекая страна, какая-то там, медведи ходят, или, ну, вот, просто понять немножко. Нет, ну, понимаешь, как, тебе даже, ну, вот, например, я могу сказать, что, ну, может, ты там смотришь, на Европу, что-то больше, но я думаю, что, во-первых, скажем так, то есть, если брать ту же самую Швецию, по моей наслышке и Германию, то есть, с материалами там далеко не так все кошерно, как ты представляешь, потому что, в основном, продается то, что продается, то есть, например, найти, найти шитроковский шпаклевку, ну, я там задолбался, потом я, наконец-то, нашел одну контору, которая везет на всю Швецию, то есть, больше я, например, ее купить нигде не могу, но хорошо, я там пришел, да, я со своим длинным языком залез, вынес всем мозг, они меня, как говорится, зарегистрировали как компанию, и я у них покупаю, как большой поставщик, вот, по два ведра, как говорится, это мне нужно, практически, по оптовым ценам, мне сказали, никому не говори, что мы тебя напрямую продаем, но покупай ты у нас, и все, потому что я сказал, ну, говорю, то есть, хорошо, вот мне нужно, ну, да, то есть, ну, мне приятнее, например, работать с шитроком, чем с другой шпаклевкой, потому что, все, что касается вообще, вот, например, покраски, малярки, да, шведы, страшные консерваторы, страшные консерваторы, как они делали это все лет, ну, не знаю, 15-20 назад, вот так они и делают, они не ищут ничего, то есть, они не парятся что-то по внедрению новых технологий, например, они не парятся, какими они кисточками, валиками красят, вот он прибежал, он взял первую попавшуюся кисточку и валик, качество этих кисточки и валика может быть пипец какое, то есть, ну, то есть, его это абсолютно не волнует, потому что я тебе еще раз говорю, вот он делает, вот ему надо где-то там обвести, то есть, он взял первую попавшуюся кисточку, обвел, ну, залезла на потолок, ну, и залезла, то есть, ну, ну, и ладно, ну, ну, так вот получилось, ну, ну, не смогла я, не смогла я, не все, они, например, вот в шпаклевке, они используют очень много, но именно натуральных шпаклевок, которые, то есть, даже они не полимерные, они все,